У нас удалось сегодня собраться, несмотря на все эти ковидные штуки. Мой доклад называется Kotlin for Everything, потому что это основная концепция, к которой мы двигались по ходу разработки нашего приложения. В один момент, когда я узнал, что существует KMM, когда я узнал, что существует KMM с мультиплатформ, я подумал, что, наверное, можно уже брать Kotlin, например, использовать для всего. Для того, чтобы пошлить код, в принципе, между всем. Прежде чем начать, я примерно уже 7-8 лет пишу нативно под iOS и под Android. То есть я начинал с обжигки в CJ, а потом перешел, соответственно, на Swift и Kotlin. Препутаю разработку в школе и у меня есть свой YouTube-канал, который называется Могаут Геологер, где я периодически укладываю всякие полезные видосики по Android для iOS и разработки. Прежде чем перейти к сути самого приложения, я хотел немного ввести нас в контекст, потому что иначе будет непонятно, да, то есть зачем вообще все это затея. У нас есть 40 тысяч сотрудников приблизительно, у которых есть такая система под названием Могаут Девайс Менеджмент. Что это такое? Это мы выдаем телефоны сотрудникам, она прошита специальная штука, которая позволяет нам удаленно ставить кучу приложений на эти телефоны, как-то им управлять, блокировать, если их там украли, не дай бог или еще что-нибудь, мы там тоже можем отследить и так далее. Вот, собственно, унились множество достаточно минусов. Во-первых, то, что у нас много приложений, сотрудники очень часто путаются, особенно новенькие, которые приходят, они получают пак из 30, а то и больше приложений и не могут долго сообразить, как и чем из этого пользоваться. Естественно, все это разрабатывается различными командами, да, и, как следствие, у нас нет какого единого подхода к разработке со всей этой историей. И самое страшное, что у нас нет требований к внешним разработчикам, то есть они, подрядчики, что-то делают, и они делают, естественно, так, как удобно. Это им, в первую очередь, а не так, как это удобно нам. Ну и, как следствие, мы получаем большинство из этих приложений, какой-то плохой перформанс, устаревший стэк и бэклог, который, там, никогда не будет, там, бедный продукт, да, умирает по разгрузам этого бэклога. Вот. Мы сделали приложение, пока что это безусловно, мдб, и это пока что, ну, временное такое решение, да, где мы просто собрали все, что у нас голодает, вы сделали одно публичное приложение, которое можно скачать в плеймаркете, которым могут пользоваться все сотрудники. Вот, кстати, я забыл упомянуть, что это еще и, в общем-то, не дешевое весьма решение. То есть сейчас мы пока что просто решаем задачу того, чтобы перевести вот эту работу в публичную плоску. Ну, а дальше нам, естественно, открывают руки на многие другие вещи. Вот. Но вот сделали и сделали, заменили одно другим, казалось бы, живите, радуйтесь, да. Но возникает вопрос, что дальше. И здесь, на самом деле, важный момент, то, что в 2015 году я проверил специально, что еще, когда Apple очень вышли, мы в основном пользовались такими вот, примерно, форматами взаимодействия. Многие, в принципе, до сих пор также пользуются телефонно, планшет, ноутбук. Так, перестало рваться. Лучше, да, лучше не трогаться, что работает. Вот. То теперь, в 2021 году наш формат взаимодействия, ну, так, чуть-чуть изменился, да. То есть я тут примерно, что сам вспомнил, написал, но, возможно, есть и побольше, наверное, каких-то форматов взаимодействия. Так, сори. Плюс еще параллельно с этим у нас появились новые операционные системы, да, у нас появилась Harmony OS, которая пока еще только набирает популярность. Сейчас, вот я знаю, идет бета-тестирование Aurora, которая отечественная наша операционная система. И Google все нам обещает операционную систему Fuxi. Ну, рано или поздно мы дождемся. То есть операционная система появляется. Это уже невозможно игнорировать. Их будет явно больше, чем две. То есть пока что, конечно, iOS Android, но про это скоро, я думаю, придется забыть. Плюс конкретно у нас уже в компании, да, у нас есть какие-то хардварные киоски там в магазинах, которые, возможно, увидели, когда заходишь в автоматы и прочее. И самое, на мой взгляд, важное то, что мы уже, у нас у самих сознание перестроилось, и мы, допустим, привыкли, для любого из вас нормальные, я уверен, ситуации, когда вы дома, там, за компомтом, таким-то сидите, условно, в Телеграме переписываетесь, какая-то, может, деловая переписка. Вдруг надо срочно ехать, да, прыгнули в такси, открыли телефон, продолжаем переписываться в Телеграме. Приехали на работу, открыли ноутбук, там тоже продолжаем. В общем, для нас не важно, где мы находимся. Мы можем решать свои задачи везде. Соответственно, вот это желание работать униканально, оно тоже, ну, начинает вот развиваться постепенно. Соответственно, наша задача звучит следующим образом. Нам нужно взять Android-приложение, да, текущее, и сделать его мультиплатформенным, то есть, чтобы наши сотрудники вообще не зависели от того, где они сейчас находятся, там, не знаю, в зале, не в зале, на складе, то есть, где угодно, чтобы они могли пользоваться вот этим вот приложением. Я не буду сейчас останавливаться на том, почему мы выбрали Kotlin, потому что мы про это уже довольно много рассказывали, и можно посмотреть и статью прочитать, и видео, кому потом интересно презентация будет, вы сможете там посмотреть. Там есть ссылки и русскоязычные, и англоязычные, но вот мы выбрали Kotlin, давайте на этом остановимся. И здесь у нас есть, на самом деле, одна из самых главных проблем, которые мы столкнулись, пока это разрабатывали, это то, что в Android-е мы, ну, вот, только что, да, рассказывали, что там есть отличная интеграция у Composer там с навиграцией, с Hilton, с Paging и так далее. То есть, на все случаи жизни у нас есть готовое какое-то решение, и мы вряд ли придумаем лучше, да, потому что над этим работает огромная команда Google, она лучше знает операционную систему, она лучше знает, что делать. Вот, вот в мультиплатонном Composer вообще этого всего нет. Ну, и не только в Composer, в принципе, в KMM практически ничего из этого нет. То есть, очень малое количество библиотек. Есть вот такой репозиторий, вы потом тоже можете его в презентации найти, ну, либо просто, да, по названию, это вот Константин Схавребов сделал репозиторий, куда он собрал библиотеки, которые работают с KMM. То есть, они шарят код на iOS и на Android. Это точно, но там некоторые из них, соответственно, могут работать на desktop, на JS и так далее. Но основное условие, они должны шарить на iOS и на Android код. Вот, поэтому там, в принципе, если что-то полезное есть, то лучше всего это искать там. Так, оно повисает, да, маленькое? Соответственно, э, сорян. Ну, ладно. В общем, задача наша... Так, задержка, да. Задача наша была перейти в мультиплатформу. И здесь я, на самом деле, хотел бы вас узнать, вот фундаментально, да, из каких частей состоит мобильное приложение. Ну, Android дает, неважно, вот, это дело. Можете вашу гипотину из каких частей? Какие-то данные. Какие-то данные, да. Бизнес-слойка. Так, что еще? Авторизация. Ну, да, в принципе, да. Бизнес-бутырный. Так, я... Много сразу я не слышал. Отображение. UI, да. Да, да, да. Что еще возможно? Архитектура или... Архитектура, да. Да, да, да. Диай. Да, да, да. Диай, да. Диай, да. Ну, ладно. Я думаю, что тут... Навигация. Навигация, да. Мы назвали, на самом деле, практически все. Я не стал делать, как выиграть, сколько одному прямо... Потому что я не знаю, как это. Ну, примерно вот из этих частей, в моем понимании, состоит приложение. Вот. Соответственно, давайте попробуем вот просто по шагам, да, пройтись, что изменилось при иммиграции из андроида в мультиплатформу со всеми вот этими частями, собственно, нашего приложения. Первое, от чего начнем, это дата. И, видимо, это настолько болезненная проблема, настолько, так сказать, она востребована. Ну, конечно, нам надо ходить куда-то на серверах, да, забирать, нам надо что-то хранить в базе данных, что она вот просто взяла, была и сразу решена. Да, и у нас есть... Которая библиотека, это, наверное, чуть ли не единственное, что вот прям отлично решено. Которая работает на всех абсолютно платформах, кроме веба. Мы вообще не тестировали, но, как сказать, работает нормально. Вот здесь, собственно, ссылочка будет на видео, где можно посмотреть, как его настроить, как с ним работать, какие он возможности задать. В целом, вот все то же самое, что вы можете делать на Retrofit, вы можете делать и на Gater. То есть, единственное, что он будет мультиплатформенный, и он полностью написан на Kotlin, естественно. И мы используем Eskildi Lite. Это такое вот тоже настроечка, да. Она работает не только со Eskildi Lite, то есть ее можно использовать тоже не только на iOS и на Android. Соответственно, ее можно использовать там в WebE. Мы, опять же, это пока не успели протестировать, но у них все это так красиво расписано. Они с пасгрессом работают, с счетом какими-то базами данных. И, в принципе, API этой библиотеки, он очень такой удобный, понятный. Единственное, что вам нужно хранить, все вот самим в файликах. То есть, как в Room не получится наколотить DAO, а потом просто радоваться жизни. Тут придется чуть-чуть руками поработать. Вот. Так. Она опять подвисла. Да. Соответственно, переходим к архитектуре. Чтобы понять, что изменилось в архитектуре, я хотел показать, как из каких частей состоит приложение на данный момент. Ну, сейчас оно чуть сложнее, но когда я делал доклад, оно было из этих частей. Это, естественно, Splash Screen. После этого мы попадаем на экран авторизации, из которого мы можем попасть на WebView, где у нас, собственно, авторизация происходит. После этого мы попадаем на некий наш главный экран с табами, из которого мы также можем в Splash Screen попасть, если мы уже авторизованы. Ну, и там вот классические такие четыре этапа. Главный экран, где там экран рабочий для сотрудника, это каталог с приложениями, это обратную связь нам написать и, собственно, профиль нашего сотрудника. И вот еще вещи, которые можно сделать, это перейти в конкретное приложение через WebView, открыть его в маркете или установить из нашего внутреннего артефакта. Как вы видите, приложение очень простое. То есть, такое приложение можно собрать, я не знаю, там, ну, за полдня, может быть. Ну, если не считать какие-то внутренние лайки. Я посчитал, в общем, не важно даже, какой тузой я воспользовался для этого, важна тут динамика, что вот на все вот это у нас получилось 11 модулей. И примерно 6999 трубкода. Вот, я хотел бы 7000 отрублить, но уж как посчиталось. Соответственно, так, оно, видимо, опять немножко подвисло. Так, так. Нет, что-то не работает, да? Ага, спасибо. Соответственно, когда мы... Ну, блин. Назад, да. Да, все, я не трогаю. Соответственно, когда мы... Еще раз вперед. Да. Соответственно, когда мы перешли на мультиплатформу, у нас добавилась еще одна, ну, поддержка десктопа, и у нас получилось уже 20... Это все то же самое количество экранов, ничего не добавилось. 22 модуля и 10420 строк-кода. Ну, и котика вы уже видели. Попробую сейчас перелеснуть. Да, как вот так вышло-то, что мы, по сути, не усложнили никак приложение, просто добавив еще одну платформу, мы получили вот такой вот прирост по количеству строк-кода и, собственно, по модулям. Первое – это UI. И тут проблема в том, что мы пытаемся сочетать Compose и iOS. Как вы знаете, мультиплатформенный Compose, не знаете, сейчас покажу. Мультиплатформенный Compose – это такой вот, их собственная библиотека под названием Skiko, в которой есть мультиплатформенные биндинги к... Ну, там, в каждой платформе есть биндинги к их движку SKI, да, графическому. И вот на iOS пока что биндингов не завезли. Вот на данный момент их уже завезли, но пока что библиотеку не обновили. Поэтому даже если вы сейчас начнете использовать, все равно вам придется то же самое делать. И проблема в том, что у нас раньше был в некий такой вот, допустим, common dashboard-модуль, да, где у нас был common-код, который мы переиспользуем на все платформы. Какой-то desktop UI, какой-то iOS UI, какой-то Android UI, когда мы уже на фрагментах жили. Вот. А тут мы, соответственно... Так, совет, не туда нажал. А тут мы, соответственно, не получается. У нас не собирается iOS в проект, естественно, потому что, ну, говорит, я не знаю, что такое вот мультиплатформ. Самое главное, что я вначале потратил два дня на то, чтобы понять вообще, что у меня происходит. То есть я, ну, работал на винде, я подойдет, не собирал, я не учел этот фактор, и у меня просто проект начал сходить с ума. То есть у меня начали подчеркиваться actual функции, ничего не собирается, новое ничего не пишется, старое вроде работает, новое ничего не пишется. В общем, идея вам прямо не скажет, что так делать нельзя, но проблем будет достаточно. Поэтому так делать не надо. В итоге мы пришли к такому решению, что мы каждому common-модулю, где у нас по-прежнему осталась логика, по-прежнему остался iOS, сделали Compose-модуль, в котором мы храним непосредственно Compose UI, который на этой логике строится, соответственно. Плюс у нас получилось еще два дополнительных модуля. Первый, в котором мы все дерево Compose-а собираем, да, из наших многомодульных, ну, других модулей, соответственно. И отдельный модуль, где мы также собираем iOS-ное полностью дерево, да, потому что не все модули, которые у нас есть, там есть специфические модули для дестопа, для андроида, не все модули должны идти в iOS, соответственно. В U-модель. Мы уже познакомились с тем, что Compose, он хорошо дружит с U-моделями, и мне в целом подход с U-моделями нравится. То есть я успел, там, с презентерами поработать, и MVC даже поделать, вот. То есть мне нравится подход с U-моделями, он очень такой понятный, как-то, не знаю, привычно, да. Плюс у нас, ну, в принципе, движемся к такому декларативному миру. У нас появляется SwiftUI, у нас появляется JPA Compose, там React, Flutter, вот это все. И, соответственно, в U-модели, очевидно, скоро станут, ну, если уже не стали, стандартными. В мультиплатформе нет U-моделей. Они есть только в Android. Соответственно, нам пришлось написать небольшой такой свой класс, который мы назвали Kotlin ViewModel, у нас с фантазией не очень было, в общем, у меня, вернее, ну, я сократил до OK ViewModel. Вот, фактически это просто перенесено из Android, по большому счету. То есть это очень похоже на Android-овскую ViewModel. Единственное, что я зачем-то заложил возможность создавать несколько скопов. Если вы заглядывали во VueModel, то там один скоп используется для всего, вот этот ViewModel скоп, который... А я сделал несколько, но поскольку мы ни разу эти не пользовались, возможно, мы это просто уберем. Соответственно, хранится все это вот наверху, в коротин тегах, то есть это просто хешмап, где по тегу можно вытащить скоп и в нем что-то запустить, отменить его и так далее. Вот, и... Так... Сейчас оно подвиснет, видимо. Ага. Да. И... Опять же, так, можно назад, пожалуйста? Еще раз. Ага. Вот. И, как мы уже тоже говорили сегодня, что MVI, фактически, ну, если раньше, да, вот мы когда работали с фрагментами и так далее, мы фактически могли любую архитектуру, там были холивары, споры и так далее, какая лучше, но мы могли любую использовать, то Compose, в целом, накладывает ограничения на использование архитектуры. То есть, мы вынуждены использовать MVI, и, соответственно, мы сделали, ну, такой вот BaseSharedViewModel, который у нас используется в Android, iOS, там, в Desktop и так далее. То есть, которая тоже работает по принципу MVI, он исследован от этой K-ViewModel. Здесь есть ViewState классический абсолютно, который описывает состояние экрана. Это какие-то поля, это состояние кнопки, не знаю, там, ну, что угодно. И, такое наше, не знаю, что наше, вообще, небольшой ноу-хау, для меня просто как-то привычнее все-таки. Я знаю, есть два подхода, да. Первый, в котором у вас все во ViewState, абсолютно все. Второй, в котором вы можете вынести Single Live Action, всякие, типа, открыть экран, показать тост, еще какая-то диалог какой-нибудь, может быть, в отдельную сущность. Вот мы так и сделали. У нас это вынесено во ViewActions и, соответственно, туда мы складываем какие-то вот такие вот ивенты, да, которые не имеют фактические состояния, они просто должны выполниться один раз и все. Ну и классический ивент, который присылается нам со стороны View, это то, что пользователь нажал, какой-то лайфсайкл изменения произошло и так далее. Так. А можно еще раз, да? Да. Все. Соответственно, Cave ViewModel нужно было как-то подружить с Composer, в том числе с Multipforming. И так. Ага. Вот такая вот примерно функция родилась. Я, к сожалению, ничего лучше не смог сообразить, поэтому здесь мы используем Factory, который мы передаем снаружи. В данном случае это просто будет пустой дефолтный конструктор нашей ViewModel. Мы ее запоминаем. Там, кстати, отдельный нюанс есть в мультиплатформном Composer с Remember Savable. Remember Savable это такая штука, которая позволяет переживать состояние всяких там переворотных экранов и так далее в Андроиде, но в Composer, ну, например, дестопное приложение, если вы только монитор вертеть не будете, перевернуть ее, так сказать, трудно будет, да? Вот. Поэтому там Remember Savable нужно адаптировать к каждой платформе по отдельности. Поэтому здесь пока что Remember используется. Соответственно, дальше мы просто рисуем контент. Сейчас оно, наверное, переключится. Да, контент это Composer функция, которую мы можем передать, что угодно. То есть это фактически наш экран, который мы хотим отрисовать. Ну, и мы используем Displosable Effect, то есть это такая штука, которая позволяет как раз хендлить такие моменты, где нужно от чего-то отписаться. То есть если мы покинули Lifecycle School нашей Composer функции, то мы просто очищаем нашу ViewModel и функция Clear фактически просто закрывает все наши джобы, которые мы там в карутинах дернули. Чтобы мы не получили там какие-то сайд-эффекты. Соответственно, нам нужно было нашу ViewState тоже Composer адаптировать. И здесь прямо вот практически идентичная ситуация. Мы создаем, ну, запоминаем, да, некий Initial State. То есть это вообще на самом деле во всех Android библиотеках Composerable часто встречается ObserveState. Я поэтому это название не стал выдумывать, точно так же и назвал. ObserveState. Оно запоминает начальное состояние, после этого с помощью специальной функции подписывается на изменение нашего стейта через вот эту функцию Watch. Она нам еще пригодится чуть позже в iOS. И, соответственно, да, опять же Displosable, когда мы заканчиваем с нашим циклом Composerable функции, мы просто закрываем подписку, чтобы не получать новые уведомления. Как это выглядит в использовании? Ну, вот примерно так. То есть у нас есть некий экран, я взял экран авторизации, есть вот эта вот функция ViewModel, мы в нее, как я говорил, через Factor передаем нашу ViewModel, она у нас, соответственно, дальше есть в замыкании. Там мы получаем ViewState, через вот функцию ObserveState мы получаем ViewableState по итогу. То есть это вполне себе такая Composerable история, с которой удобно работать. Единственное, что ViewState наш, он нуловый, да, то есть на лабельном смысле, он может быть null, потому что его ObserveState по дефолту функция null, да, это состояние передает. Вот, поэтому его нужно unrathнуть, и, в принципе, его можно использовать. Ну и примерно такая же логика работает с ViewAction, в принципе, да. То есть единственное, что мы там потом просто делаем when, и по зависимости от экшена просто там что-то делаем, да. Открываем экран, показываем Toast, ну, неважно. Так, сейчас оно маленько подвисло опять. Ага. Как это выглядит в iOS? В iOS мы начали со SwiftUI. Я, может, отдельно расскажу про все наши заключения про SwiftUI. SwiftUI не готов, я вам сразу скажу. Причем он не готов даже в iOS 15, если вы, ну, там, вот минимал iOS 15 выставите. Очень много, ну, прям пример из жизни, то есть у нас есть экран с техподдержкой, у меня дизайнер говорит, неплохо было бы, что когда ты заходишь в экран, сразу же поднималась клавиатура, да, и фокус становился в текстом боли, чтобы юзер начал набирать. Вообще распространена задача. Нерешаемая SwiftUI практически. Вот. То есть iOS 13, iOS 14 вообще никак не решаемая. Просто берете старый компонент, варапите его SwiftUI и так решается. В iOS 15 появилось новое решение, но, говорят, очень багованное. Вот. Поэтому мы в итоге перешли на UIKit и начали использовать UIKit, и мы просто рендерим все кодом, используя вот constraint, да, которые есть в iOS. Ну, а дальше работа, в принципе, такая же. То есть, но мы используем метод функцию botch, да, и получаем наши стейты, наши экшены, и дальше делаем с ними что хотим. Единственный важный момент — не забыть отписаться от вот этих вот штук. То есть они closeable, тип передают в результате, да, то есть можно переменную там поставить, и в Диените просто от них отписаться. Вот. Чтобы тоже не получить их там утечек. Навигация. Моя любимая. На самом деле самая, так сказать, сложная и тяжелая, с чем мы столкнулись в принципе в Compose и в Compose в частности. Какие у нас были требования, да. Во-первых, чтобы мы поддерживали все платформы, мы должны работать на доступе, на Yosin, на JS, без разницы. Потом, естественно, мы хотим, чтобы она интегрировалась с Compose мультиплатформом. Она должна быть простая в использовании, тоже вроде логичное требование, вот, чтобы сразу было понятно, да, то есть такой дизайн где-то сразу понимаешь, ну, как вот Jetpack Navigation в Android, да, я про Compose Jetpack Navigation пока у меня не закидает тут. Вот. Так, сейчас она подвисла. Подвисла. Да. Ну да, ладно. Простота расширения, то есть мы, естественно, хотим ее дописывать постоянно, да, то есть нам нужно какое-то первое решение, а дальше мы хотели быстро его расширять. И мультипэкстэк, ну, естественно, это вот то, что на Yosin всегда было из коробки, да, это табы, которые переключаются, сохраняют состояние навигации. В Android приходилось это добиливать, в десктопе об этом вообще не слышали, да, и когда общаюсь с людьми, которые только на десктоп, пишут, они говорят, зачем это надо. Вот. И поддержка какого-то платформенного функционала, типа вот хардварной кнопки назад, вот, может, каких-то горячих клавиш, если мы говорим про десктоп. Тут я не могу не упомянуть про решение, которое сейчас, наверное, тоже прогрузится, что я вроде нажал, я же нажал. Ага. Да, от Аркадия Иванова, возможно, вы его видели, называется Decompose. Оно, это фактически такие business logic компоненты, которые привязаны к lifecycle, которые переживают всякие там перевороты экрана и так далее, а дальше вы уже к ним просто подцепляете ваш UI, который вам нужен на iOS, на Android и так далее, и у вас все великолепно работает. Но мы решили сделать собственное решение, потому что мы хотели сделать именно библиотеку навигации, то есть не lifecycle компонентов, а вот именно, чтобы оно обеспечивало навигацию. И так, сейчас оно что-то опять подвисает. Спасибо большое. Да, из чего, собственно, состоит решение. Первая основная концепция – это такой вот ScreenHost, это интерфейс, у которого есть буквально две функции – подготовиться к рисованию и, собственно, рисовать нашу навигацию. ScreenHost могут быть, ну, любой класс, да, то есть для Desktop, для iOS, для Android, то есть мы как бы снаружи передаем, на чем рисовать, как Canvas, как вот доска там висит. Вот, для Desktop мы, соответственно, написали такой служебный класс под названием Desktop ScreenHost, для Android – Android ScreenHost, который Activity принимает там G-Frame, Activity и UI View Controller для iOS. Соответственно… Так, а можно это, пожалуйста? Ага, все, все, спасибо. Соответственно, дальше мы просто должны сгенерировать нам граф, ну, то есть как мы хотим переходить. Вот там есть три основных сущностей. Это Destination – это просто обычный экран, да, куда мы хотим перейти. Это Flow, ну, то есть набор экранов, да, к которым мы хотим переходить и возвращаться назад. И это Multistack – это, ну, как сказать, чисто вот из Android истории. То есть как раз для Botan Navigation View, для каких-то пабов. Ну, то есть там, где вам надо вот прямо много-много сепарированных историй держать. Он содержит в себе, собственно, название. И внутри вы можете сделать сколько угодно Flow, да, с вот этими вот переходами между экранами. Дальше вот на стороне, собственно, Activity. Вообще все наше приложение, в принципе, выглядит вот так. То есть Android, iOS, Desktop – они все выглядят вот так на стороне, а все остальное в common уходит дальше. Вот, вы создаете Application Screen Host. Ну, это просто унаследованный, да, Desktop и так далее. Это все абстрактные классы, от них нужно унаследоваться. Сейчас я объясню, почему. Создаете root-контроллер – это основная сущность, которая отвечает за навигацию. И устанавливаете ее в ваш Navigation Graph, запускаете самый первый экран. В нашем случае это с Flash Screen. Дальше начинается интересное. Как это все работает с Composer? Почему я сказал, что нужно унаследоваться? Потому что там вот есть абстрактная функция, которая называется Launch Screen, и она описывает вашу рутовую навигацию. Тут вы просто сопоставляете, да, стринговые ваши вот эти вот навигационные штуки просто с экраном, который надо нарисовать. И ничего больше, собственно, делать не надо. Оно все приходит в State в виде вот такого Mutable State. То есть функции, на самом деле, очень небольшими выглядят. Это сделано для того, чтобы мы могли… Ну, то есть основная идея была в том, чтобы разбить все это по уровням, чтобы каждый root-контроллер отвечал за маленький свой уровень, и дальше, если что, допустим, он выходил на более верхний уровень и так далее, и так далее, пока приложение не закроется. Вот, да, я уже говорил, берем стрингу и рисуем от нее какую-то вот композабл-экран. Единственное, что в него нужно будет передавать root-контроллер. Для flow root-контроллера очень похожая история. Точно так же я только здесь это назвал Navigation, а не State. Мы получаем, грубо говоря, на какой сейчас экран мы хотим перейти. У нас есть параметры, соответственно, на экран, на который мы хотим перейти. И дальше мы точно так же, конкретно для этого flow составляем списочек. Типа вот такая стринга, вот такой экран, и передаем туда в том числе и параметры. Так, как это выглядит в использовании? То есть, ну вот, все тот же авторизационный экран, мы в него передали root-контроллер. Если мы хотим, например, то есть у нас же навигация слоистая, мы хотим показать экран поверх всего. И, соответственно, нам нужно вернуться как бы на более высокий уровень root-контроллера, то есть перейти на более высокий уровень, чтобы показать, например, какой-то диалог поверх нашей нижней вот этой навигации. Но при этом, чтобы, опять же, степь навигации сохранилась, чтобы когда мы вернулись, мы вернулись на тот же экран, с которого мы ушли. Вот, поэтому для этого есть такая штука, как parent root-контроллер, в принципе, можно до бесконечности, до самого верха продвигаться по нему. В будущем, я думаю, я как-то это более оптимизированно сделаю для того, чтобы мы могли просто запускать одну функцию, и сказать, нужно нам экраны переходить. Вот, но сейчас пока что вот так, в ручном режиме. Соответственно, просто чтобы запустить экран, да, внутри вашего flow, например, вы передаете стрингу в виде кода, вы можете потом обернуть сил, класс, во что угодно. Вот, что вам удобно, в то и обернуть. И параметр, любой параметр. То есть, параметр имеет тип any, мы пытались сделать через дженерики, возможно, так и будет, пока что это просто тип any, можете передать туда что угодно вообще. Соответственно, чтобы вернуться назад, вы просто берете по backstack, он просто снимает верхний экран с текущего стека root-контроллера. Если некуда дальше переходить в этом root-контроллере, он пойдет выше уровня и снимет слой там, и так далее, до тех пор, пока, опять же, приложение не закроется. Все это я оформил в виде библиотеки, оно доступно публично, единственное, что оно пока очень экспериментальное, там версия 001, поэтому можно ее скачать в GitHub и брать и использовать, собственно, если вам интересно. Она допиливается регулярно, но пока что, да, на свой страх и риск. Ресурсы. Есть библиотека под названием Mocha Resources, она обладает некоторыми недостатками, насколько я помню, она не работает с векторами и, не помню, есть там поддержка GS или нет, но, в общем, библиотека все равно шикарная, то есть это ребята проделали огромную работу из Новосибирска, кстати, если я ничего не путаю. Компания IceRock. Но у нас, к сожалению, пришлось немножечко тоже, так сказать, поколхозить, потому что у нас своя, так сказать, дизайн-система. Так, сейчас. Да, она называется Fronton, она доступна на всех платформах и, собственно, содержит себе цвета, компоненты, типографию и так далее. Поэтому мы сделали для композа свою тему, такую название Fronton Zem, потому что у нас Fronton, да, называется. Вот, и в ней через, так, сейчас, через механизм под названием Composition Local Provider мы просто передаем, это такой DI для композа специально, то есть, грубо говоря, возможность вытащить некий объект в любом месте вашей Composable функции. Туда мы передаем, соответственно, цвета и типографию. И, соответственно, мы не стали унаследоваться от Material Темы, там есть два способа, как работать с темами, да, то есть мы сделали полностью свою, потому что у нас намного больше токенов и они, в принципе, сильно отличаются по названию. Поэтому у нас вот два таких класса, как Colors и типографии, и набор компонентов. Как это все сделать именно ручками, да, можно посмотреть в этом видео, там, в принципе, все объяснено. Единственное, что оно про Android, но поскольку Composable, по сути, как и на Android работает, тоже будет все так же работать. На iOS мы пока что используем библиотеку, которая у нас написана прямо вот по iOS. То есть мы на iOS какого пост подключаем, и там используем iOS компоненты. Строки. На самом деле они уже не в прогрессе, это все меняется очень быстро. То есть сейчас мы сделали плагин для Gradle, то есть который генерирует вам из одного файла строки на все платформы, но пока что мы его еще не выложили, поэтому я оставил так, как есть. Пока, да, до того, как мы это сделали, мы хардкодили, собственно, все. Картинки. У ребят из JetBrains, я вам там ссылочку наверху оставил, в их репозитории с примерами я нашел совершенно потрясающую вещь. Это две Composable функции, которые позволяют вам работать как минимум внутри компоуза, с вектором и с растрами без разницы. То есть это вообще прекрасно на самом деле работает. Выглядит это примерно вот так на Android. Это функция, которую я берет из вашего, ну там, из Object, да, то есть берет ваше название файла, ну там, немножечко его обрезает, и дальше через рефлексии из R-файла вытаскивает нужный вам, грубо говоря, ссылку на нужный вам ресурс, да, и просто его рисует в Image. Это работает, естественно, только с локальными, да, файлами. Для удаленных пока что мы используем Camel библиотеку. Вот, ой, извиняюсь. В Desktop, соответственно, есть специальные уже функции, которые позволяют рисовать для вот прям конкретного файла. В iOS пока что, да, все нативно, то есть мы пока что просто кидаем прям вассеты в проект. То есть пока что обошлись так. DI. Тут мы используем библиотеку Cadeen. То есть почему не, сразу скажу, почему не Coin там и так далее, потому что когда мы начинали, не было ничего, был тот Cadeen. Поэтому мы использовали именно ее. Выглядит это примерно вот так. То есть мы... Такой у нас init есть, который у нас запускается на старте приложения. Типа в AppDelegati или в Application, без разницы. И, соответственно, дальше мы... Ну вот так вот выглядит на Android Desktop. И сейчас, наверное, прогрузится. Так. Можно, пожалуйста? Ага. Спасибо. И вот так это выглядит на iOS. То есть, ну, как видите, разница не очень, да, великая. Это единственное, что мы передаем туда конкретную платформу. Это мы потом, кстати, используем. То есть вот эта платформа Configuration, он для нас используется для того, чтобы внутри common-кода реализовывать какие-то платформенные функции. Это удобно. То есть мы сделали один класс, который просто там, допустим, открой приложение, да, и он сам внутри реализовывает, как в iOS его открыть, как в Android его открыть и так далее. Как это используется? Так. Используется это примерно вот так. Причем на Android и на iOS, как вы видите, разница тоже не очень большая. Мы просто вызываем в нужном месте наши репозитории. Сейчас это, конечно, выглядит немного костейно, потому что теоретически никто не мешает вам этого UI прям вызвать. Но это строго запрещено на pull request. Вот. В будущем мы постараемся сделать тогда, чтобы это нельзя было на UI вызывать. А как это все, опять же, реализовать? Вот примерно ссылки на два видео, где как раз вот как подключить KDI, как это все в архитектуре подключить и так далее. Так. Идем дальше. Аналитика. И плюс платформенные какие-то функции. Тут все очень просто. И, как мы знаем, Firebase, да, он чисто платформенная история. Мы сделали интерфейс Analytics Tracker, в котором есть простая достаточно функция Track Event, да, и Analytics Event. Соответственно, дальше мы просто сделали, ну, там, есть Firebase, просто у нас еще AppsLayer и так далее, в котором есть абстрактный класс, в котором есть просто два поля, да, названия и параметры в виде хэшмаба. То есть, в принципе, все еще аналитики и состоит, да, по большому счету. И после этого мы создаем некий Silk Class, и туда у нас передается как раз, ну, те же самые два поля, и мы просто создаем наследников, которые мы потом уже, то есть там конкретный, видите, сейчас конкретный name уже ивента передается, и набор, опять же, параметров. Вот. Для этого у нас написано ToolZa, то есть у нас есть некий формат заведения аналитики в компании, у нас написано для этого ToolZa, который автоматически создает вот такие вот классы из Google Docs, да, в котором наши аналитики прописывают бизнес-аналитику как раз. Так. Тоже, кстати, написано на мультиплаформном композе. Что там опять подвисло? Спасибо. Вот. На андроиде это выглядит примерно так. То есть мы просто наследуемся от аналитикс-трекера, получаем аппликейшн снаружи, и дальше оно спрокидывается внутрь. Там вот функции трек мы, собственно, отправляем аналитику в Firefox. В iOS то же самое. Все абсолютно то же самое. То есть класс то единственное, что мы только не аппликейшн передаем, а ничего, по-моему, не передаем, если ничего не путаю. Вот. Как это используется? У нас есть класс такой root-контейнер expect-класс. Это вот то, что я говорил в начале, что все делается в common-коде, который как раз распиливается на три таргета. Это Desktop-Main, iOS-Main и Android-Main. Вот так выглядит Android-Main. Тут Activity, с которой мы потом настраиваем скрин-хост, все, что нужно для навигации. Analytics-трекер, Performance-трекер и вот та самая платформа Configuration. Для Desktop все то же самое, только G-Frame используется, ну и у него нет платформ-конфигурации. И для iOS опять же все то же самое. Все, по-моему, перепутал, я забыл G-Frame поменять на UI-ViewController. Вот. Всякую работу с девайсами, геолокацию и так далее и тому подобное, мы пока что особо не морочимся, то есть у нас нет какого-то готового решения, мы просто сразу же делаем aspect action-функции, которые позволяют нам реализовывать, допустим, запрос на геолокацию и так далее и так далее. Здесь, кстати, тоже есть проблема, потому что изначально очень трудно привыкнуть к подходу, что тебе нужно сразу реализоваться на все платформы. Ты делаешь expect, допустим, ты работаешь с Android-ом, делаешь expect, делаешь actual для Android-а, все вроде собирается, отлично, я потом запускаю у себя, ну, мне нужно что-то делать другое уже для Desktop, да, я начинаю бюдить, там, штук 8 функций неопределены для Desktop, я такой, блин, надо сидеть, все это писать. Ну, короче, да, такая вот проблема есть. Тестирование. Пока что тоже в прогрессе. У нас есть common-тесты, то есть мы пишем тесты на common-логику, да, это тестирование слоя бизнес-логики именно. Вот, про это сейчас не буду рассказывать, потому что мне все время показывают плакатики, что осталось мало времени. Здесь можно посмотреть, так сказать, по ссылочке, то есть, да, как это все, в принципе, организовывается. Один из наших вот инженеров как раз рассказывает, как у нас устроено тестирование. Ну и в результате, в принципе, вот как это сейчас выглядит. Мы пока что никак, я сразу скажу, мы никак не адаптировали UI и Desktop, ну, в смысле, что, там, какие-то, может быть, больше иконки, да, сделать и так далее, потому что для нас это эксперимент. Мы пока просто наблюдаем. У нас есть ряд пользователей, причем в центральном офисе, не в магазине. Как ни странно, Desktop именно в центральном офисе зашел, которые этим пользуются и пишут нам обратную связь, и мы вот пока сидим, думаем, как нам вот, что нам с этой обратной связью делать. Android и iOS, соответственно. Я говорю, что мы хотим на все платформы, но JS у нас пока что тоже в прогрессе, потому что там есть масса нюансов. Там не столько UI-компонентов, там совершенно по-другому все строится, да, то есть это не готовый аппликейс, да, который ты устанавливаешь на компьютер, и все это, ну, фактически в облаке развернутая штука. Как только это будет готово, я про это отдельно, наверное, расскажу. Так, ну и, собственно, да, перейдем к заключению. Какие минусы, да, вот в реализации через Kotlin? Очень мало готовых, я уже говорил, то есть на все придется писать либо свое решение, либо брать что-то из готового, активно там сотрудничать какие-то, ищутся писать и так далее и тому подобное. Есть масса нюансов для каждой платформы, но, к счастью, в Kotlin это как плюс, так и минус. Нюансы, они остаются вне зависимости от того, чем вы пользуетесь. Flutter, Kotlin, JS и так далее, нюансы они так или иначе есть. Ну, например, вот у меня возникла проблема с использованием WebView для дестопа, потому что там используется GFX, а с GFX текущий мультиплаформный Compose работает, ну, так себе. Там тоже есть Interop с дестопом, то есть со свингом, если что, то Compose как бы на свинге строится, да? Ну, поверх свинга, можно так сказать. И, соответственно, да, то есть там с GFX так себе это все пока что работает. Вот. И, да, естественно, для того, чтобы все это делать, как вы понимаете, нужен достаточно широкий такой кругозор. То есть вам нужно разбираться и в дестопе, и в iOS, и в Android, понимать в целом, то есть это вообще, на самом деле, тема отдельного доклада, как изменится, как по мне, вот разработка, в принципе, мобильная в ближайшие несколько лет. Кирилл Розов, если вы знаете из Android Broadcast, скоро про это будет рассказывать. Вот. На Мобиусе, на мой взгляд, тоже сильно изменится, потому что уходит на задний план понимание 15-ти флагов в контенте, да, какого-нибудь там, то есть не надо будет его запоминать, а на первый фон уходят самые любимые всеми алгоритмы структуры данных. Вот. Плюсы, да? Соответственно, ускорение разработки, то есть, ну, мы, фактически мы командой из трех буквально человек все это запилили, за довольно короткий срок, за 3-4 месяца, то есть это все работает, и мы радуем сразу нескольких наших пользователей. Как я уже говорил, у Kotlin очень легко, если вам нужно, резко разделиться на все платформы. Вы пишете Expect Actual функцию либо интерфейс, и вам вот доступен прям натив, да, в нужном таргете, в десктопе, в iOS, в Android, вы просто берете и работаете как с нативом. Это очень удобно, это прям архив удобно. Вот. Ну, естественно, да, в итоге вы получаете, я сейчас оговорочку сделаю, что на десктопе, конечно, это GVM, то есть это не прям вот натив, да, то есть вы не прям в, там, Apple-ские, да, там Kotlin native делаете, вот. Но, в целом, опять же, зная Kotlin и зная, как он развивается, я думаю, что это либо не за горами, либо уже готово. Вот. Ну и Kotlin, конечно, на нем очень удобно писать по сравнению с Дартом. Я пробовал, поверьте. Вот. Поэтому для меня это тоже огромный плюс. Ну и, да, спасибо за внимание. Я тут поставил картиночку, которая, по-моему, описывает вообще, как мы работаем сейчас над нашим проектом. Вот. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ